Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Ян Теодор Таро, крупнейший представитель символизма в нидерландской жизни Родился в 1858 году на Яве, в индонезийско-нидерландской семье С 1869 года семья жила в Нидерланда С 1875 года в Гаге, где Ян знакомится с представителями Гагской школы живописи Отличающейся реалистическим направлением В течение двух лет Таро учился в высшей технической школе Делфта И одновременно в Делфте брал уроки живописи у Пауля Титара Ван Элвина Затем он два года посещал Государственную академию изобразительных искусств в Австердаме А с 1882 года учился в Академии изящных искусств в Бруссе Посетив Англию, познакомился с Уистлером И изучал творчество прерафаэлитов, которое произвело на него глубокое впечатление Он также впервые посетил Париж В это время фактически главный мировой художественный центр В Бельгии на Таропа большое влияние оказало творчество символиста Джеймса Энсора 12 мая 1886 года женился на англичанке Энни Хоу В том же году переехал в Англию А в 1890-м в Нидерланды В этом же году у них родилась дочь Чарли В будущем известнейшая художница В конце 1880-х годов Тароп писал картины в стиле пуантилизма И стал первым нидерландским художником, использовавшим эту технику В Нидерландах он вступил в художественную группу восьмидесятник Постепенно, однако, он сместился к символизму В 1892 году он вступил в общество Розенкрейцеров Это теологическое и тайно-мистическое общество По легенде, основанное в период позднего средневековья В Германии неким христианам Розенкрейц Ставят перед собой задачи совершенствования христианства И достижения прочного благоденствия государства и отдельных лиц В том же году, в 1892, в Гааге прошла его первая персональная выставка На которой экспонировались лишь символистские произведения Главными персонажами, которых, очевидно, были созданы Под влиянием традиционного искусства театра Индонезии От символизма скоро он переходит к Арт-Ноо В 1895 году он выполнил свою первую гравюру на дереве В дальнейшем графика и иллюстрации занимали существенное место в его творчестве В 1898 он уже является признанным во всем мире художником Его персональные выставки проходят в том числе в Мюнхене, Дрездене и Копенгагене Через два года, в 1900, он выставляется в Вене на Сицессионе Работал для католической церкви святого Бернульфа в Астербеке в регионе Немгена В 1917 был частично парализован, но все же закончил работы, которые были освещены в 1919 В последние годы Ян Тороп, или Тороп, не знаю, как ударение ставится Был прикован к инвалидному креслу В 1923 году он выполнил эскиз двухцентовой почтовой марки В последние годы практически не писал маслом, создавая лишь графические произведения и акварели Умер 3 марта 1928 года в Гаге Во многих городах Нидерландов, в том числе и в Гаге, и Амстердаме, есть улица Яна Торопа Ну вот такое описание я нашел в интернете О художнике, крупнейшем представителе символизма нидерландской живописи Ян Теодор Тороп Пока-пока, до свидания, смотрим работы